И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш тренинг по уникальному специальному мануальному массажу и теперь перешли к непосредственно мануальным манипуляциям. Мы проделали массаж, который уже подготавливает заранее тело к этим манипуляциям. В него уже включены вибрационные техники, техники декомпрессии, техники ударные. В завершении массажа я покажу не конкретно правку мануальную, а мануальную коррекцию, быструю коррекцию всего верхнего отдела позвоночника. Значит, смотрите, для этого нам надо, чтобы человек положил руки расслабленно в стороны, открыв плечи тоже. Позвоночник полностью расслаблен, мы его можем проверить, насколько он подвижен, мобильный. То есть, задавая движения, например, вот от крестца, от таза, мы смотрим, насколько он передается в пятком. Вот они, вот это вот. Видим, насколько она, вот видите, доходит до туда, да, оттуда наверх, доходит, доходит, но где-то тут уже начинает теряться. Просто быстро демонстрирую. На самом деле, все вы более подробно поймете на тренинге, когда будет присутствовать. Вторая рука тестирует и чувствует, насколько доходит. Тут вот у человека сколиоз обнаружился. Вот примерно вот этот участок позвоночника, вот отсюда, достаточно резко выгнут влево, в данном случае. Потом у него лопатку, вот это нормально, вот видно ось лопатки. Здесь нет, она съехала лопатку вперед, ушла. Здесь приподняты ребра, тут они опущены. Ребра приподняты, потому что при сколиозе они как бы подгибаются вот так вот, да, и образовываю такую реберную дугу, реберный холм или бугор. Так, это быстро диагностика. Все подробности в совсем другом видео я вам покажу. Теперь, что мы делаем? Мы его пробили, размяли, простучали. В основном нас интересует грудной отдел. Стучим не по позвоночнику, да, не по асистом отросткам, а по реберным поперечным сочленениям с позвоночником, да, вот примерно вот здесь. По плечам стучим, по лопаткам можно постучать. Обходим область почек и плавочек ребер и можно постучать по каждым костям. Соответственно, видели направление стука у меня идет вниз от точки L5 и L1. Все, что касается ниже этой точки, мы оттягиваем, пробиваем, декомпрессируем и все остальные манипуляции делаем вниз. Все, что выше этой точки, делаем вверх. Теперь растяжение. Для этого нам надо схватить его за таз, либо за бедро, чтобы было за кость схвачено, да. Приседаем, а здесь опираемся в ребра. Не под мышечную впадину, а именно в ребра. Наша задача ребра приподнять так чуть-чуть. Растянули, дошли до предела и немножко так можно протрясти, особенно если грузный человек такой мощный, да. Это еще пока не манипуляции, это мы пока еще только подготавливаем. Тут уже ребра приподняли и немножко расключаем. Далее декомпрессируем по дегонали. Упираемся в эту косточку гребень подвижной кости, а здесь в ось лопатки. Ну, собственно говоря, на что нам еще и растянуть? Это самую упирающую косточку. Вот гребень, да. Чтобы найти гребень было проще, ориентируйтесь, там у человека есть ямочка. В этой ямочке нету мяса, поэтому, собственно говоря, она ямочка. Ну, у мужчин иногда плохо будет видно, у женщин будет лучше. То есть, сама путь находится над ней. Вот, например, вот сантиметр два над ней. Мы должны с этой стороны упереться. Уперлись. Пока не манипуляция, пока это мы растягиваем. Растянули теперь продольно. Ну, локтевой работы я вам показывал в прошлом видеоролике, да. А здесь мы, ну, можно на сухую, кстати, работать. Опять упираемся в крестец. Оттягиваю его в противоположную сторону декомпрессируем. А тут верхний отдел. Если нет масла, да, то вот таким методом роллинга приминаем. Роллинг – это у вас предпятчик превращается в ролик. Так скажем. Чтобы дословно можно было понимать, да. И приступаем теперь к непосредственно манипулятивной работе, да, мобилизации отделов позвоночника. Желательно, ну, может, в принципе, если тело сухое, на сухую работать, да. Но, вообще, обязательно. Прикрываем тряпочкой любой полотенчика, простынь. Ну, на худой конец, если ничего нет, то хотя бы салфетку какую-нибудь. Голову давать дерьмо, у нас что-то не развернуло. Первый прием. Это мы будем давить опять в мозг лопатки и в реберно-позвоночное сочленение. Вот, примерно, если мы отодвигаем, да, они вот тут находятся. Ось позвоночника сейчас вот нарисуем. Вот идет ось позвоночника. Паравитебральная мышца на сам позвоночник примерно вот и заканчивается. Диаметр. Вот, отодвигаем паравитебральные мышцы и видно вот тут идут реберно-позвоночные кожи. Извините, кожа сдвигается, поэтому сейчас сдвигается, но и так сверху нарисуют. Проекция у нас сейчас вертикальная, поэтому сантиметров нарисуем. Вот, примерно вот такое расстояние получается. Ну, где-то сантиметров, ну, у всех людей, естественно, по-разному. Ну, сантиметров 5-7, где-то вот так вот. И сантиметров тоже. Посмотрим рисунок. Потому что под тряпочкой его все равно будет не видно, да? Дополнительно растерли, добавили гиперемию. И еще раз повторяюсь. Работаем, когда с любой частью тела человека определяем для себя зону. Вот такую, да? Значит, мы встали посередине этой зоны. Если не мешает немножко локоть такую, на год может приподвинуться. Чтобы наша точка, вот эта вот, на тридцунной, да, низ губка, была по центру вот этой рабочей зоны. Работаем с этой частью, встаем вот сюда. То есть вот наша точка. Работаем там с лопаткой, встаем вот сюда. Ну, с шеейом и так далее. Упираемся в лопатку. Эту руку разворачиваем в ось подслушной кости.